МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, что у вашей организации есть новый проект. Проект, который вы будете или уже, может быть, начали его реализовать совместно с ветеринарной службой. Расскажите, в чем он заключается? Да. У нас мы организовали совместно с Меликевским центром ветеринарной медицины на Баданово, 92, новый проект. Долго, конечно, мы к нему шли, вынашивали его, ну, согласовывали, спасибо большое руководству ветеринарной клиники за это. Наконец-то, это так называемый проект льготной стерилизации домашних животных. Такая стерилизация, вообще практика, существует в городах России, во многих городах давно, именно домашних животных. Для чего это делается? Это нестерилизованные животные, но это уже как дважды два, ведет к появлению бездомных животных, к тому количеству колоссальному выброшенных, никому не нужных котят и щенят на улицах городов. Вот, чаще всего, такие животные по причине нестерилизованные, ну, будем говорить, появляются в семьях, ну, не в семьях, а вот таких, ну, как бы у малоимущих слоев. Ну, это уже закономерно, это уже проверено, да. Многие с этим уже работают и сталкивались, поэтому и многие уже начинают, начали работу с таким населением. Вот, это инвалиды, это малоимущие, студенты, пенсионеры, ну, которым, по большому счету, тяжело стерилизовать. Ну, которые любят своих животных, да, готовы, может быть, готовы, но... Ограничить количество, да, чтобы кошка... Да, да, но порой средств не хватает, да. Поэтому вот потихоньку, вот такими небольшими вот шажками, мы, как бы, введя этот проект, мы начинаем вот такую деятельность в нашем городе Димитровграде. Вот, почему? Ну, потому что это изначальный пункт бездомных животных, отправление всех на улицу после этого. Вот, это вот основное. И сейчас я расскажу, как он это будет действовать. Значит, это будет два дня в месяц в определенные дни. Сейчас это сентябрь. Озвучиваю даты. Это 6 и 27 сентября. Ведклиника Баданова, 92. Запись будет вестись по определенному телефону. Телефон будет дан строго по записи и по времени. Дальше. Озвучиваю категории. Это инвалиды, пенсионеры и студенты. Просьба приходить с удостоверениями. К сожалению, мы вынуждены это делать. Ну, без обид, пожалуйста, товарищи граждане города Димитровграда. Но мы работаем, и ветклиника, именно вот по льготной стерилизации с такими категориями. Это будет как-то в процентном соотношении? Или вы полностью берете оплату стерилизации на себя? Нет, нет. Я рассказываю. Это долевое участие? Значит, хозяин, кошка будет сделана, отстерилизована. Речь идет, кстати, даже отметьте, что собак мы не берем. Пока не ввели категорию собак, только проект начался, надо его опробовать, посмотреть. Столько это кошки и коты? Кошки и коты, да. Ну, я думаю, и к собакам перейдем. Значит, кошки, стерилизация кошки будет 470 рублей. Кастрация кота – 350. Хозяин. Это хозяин. Это хозяин. Хозяин. Ни группа, ни ветклиника, естественно. То есть наша организация берет на себя весь административный процесс вот этой вот программы. Да. Ветклиника пошла на встречу, и вот как бы девочки выходят и работают с утра до вечера. Нет, я бы, чтобы люди, ну, поскольку не сталкивались с этим, и не знают вообще, какие расценки на стерилизацию, чтобы понять, вот вы озвучиваете эти цифры, это получается… Меньше половины основных, да. То есть есть ли полная стоимость, но вот речь идет о стерилизации кошки. Кошка – 1100, беременная – 1200. А у вас какая сумма? 470 по льготной. Польготной? Да, по льготной 470. Существенно. Да, это очень существенно, и мы просим обратить население вот категории на это и записываться. И не обижаться, если вы, допустим, не попали вот в эти дни. Мы обязательно вас запишем, перенесем уже на октябрь. Если не на октябрь, то на ноябрь. Обязательно будет стерилизация. Обязательно. То есть вы считаете, ну, в принципе, я знаю, что и практика, да, и в других городах, и в других странах есть, что решить проблему бездомных животных, да, можно именно таким способом. Да, начиная вот именно с домашних животных, с домашних. Потому что все бездомное царство – это все от домашних. Абсолютно те же самые собаки, те же самые котята, щенята. Ну, как не страшно это звучит, к сожалению, неприятно это говорить, но в течение суток по городу разбросана выводка в щенят и котят – это бесчисленное множество. Очень часто, опять же, это уже которые эфир мы повторяем, коробка – явно домашние котята, выращенные до полутора-двухмесячного возраста. Товарищи, граждане, хозяева, что вы делаете? Ну, это беспредел. Ну, это, опять же, надежда, что вроде бы я не беру на себя грех, некоторые котят, но и вдруг кто-нибудь возьмет, а от добрых рук-то их уже не хватает. Нет, не хватает. Поэтому вот чтобы не было у вас котят, не планируете их оставить у себя дома, да, если вы попадаете под эту льготную стерилизацию, но если у вас есть деньги, то лучше съездить в ветклинику. Ну, это, так работает весь цивилизованный мир, это надо делать, это надо делать, и нашим гражданам пора уже прийти к пониманию, что один раз, один раз, потратив средства, вы будете жить спокойно 15, а то и 20 лет. В некоторых случаях, вернее, в некоторых семьях есть коты, а не кошки, понятно, коты. Ну, да, там немножко отношения. Нет, но котов, я знаю, что многие выпускают на улицу. Ну. И это тоже ведь беда. Это тоже беда, да. Потому что бездомные кошки уже рожают от домашних котов. Да, и домашний кот, ну, ладно, частный сектор, ну, все равно частный сектор, коты – это главный поставщик, все равно котят. Но все равно ваш кот будет, первое, кастрированный, здоров, не подцепит никакой болезни. Дальше ваших дворов, ближлежащих, он не уйдет, драться он не будет, покалеченным он не будет. Вы знаете, сколько приносят калеченных в драках котов? Это просто невозможно. Это то без глаза, то ухо разорвано, то гнойные раны. Ну, это… Ужасно. А инфекции сколько они таскают? Помимо вот этой льготной стерилизации, этого нового проекта, вот все равно главная задача вашей общественной организации. Да, но еще раз напоминаю, да, это вот… Я поэтому сдала это. Да, 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 очень, вот прошу обратить внимание. Наша организация занимается проблемами бездомных животных, именно бездомных, попавших в трудную жизненную ситуацию. Заниматься проблемами домашних животных, то есть брать на передержки домашних животных, там, как приюты вот… То есть еще раз просто надо сказать, что у вас нет приюта. Да, у нас нет приюта. В городе Димитровграде нет ни одного приюта. Мы не принимаем животных. Нам некуда их вот, как многие хотят. Звонок. Звонок. Я вам хочу привезти свою кошку. Я уезжаю, она мне не нужна. Товарищи, сдать некуда. Некуда. Нет приюта. И еще такой момент, можно я скажу. В последнее время участились случаи. Очень много идет звонков, и потом на нас обижаются. Да, бездомное животное подобрали, увидели на скамейке больной, калеченая котята, выводки. Приедьте, заберите. Или я вам сейчас привезу. Мы не служба МЧС. У нас нет полиции по животным, как во многих целях. Нет, мы обычные волонтеры, мы не можем прилететь на ковре самолете и забрать со всего города всех животных. Мы начинаем объяснять по телефону, что нужно сделать хотя бы на первое время. Мы поможем с остальным. Буквально я вот сейчас в двух словах расскажу механизм. Почему на нас обижаются? Нам говорят, у меня кот, кот или кошка. Я не могу взять этого маленького калеченого котенка. Даже на два дня мы тоже не можем. Передержка совсем, хотя бы на один день. Все. Дальше работаем дальше. То есть, если вы хотите помочь нечастному бездомному животному, то вы сами участвуете в решении этой проблемы. Да, помогите нам тоже. Помогите, мы вам поможем. Честное слово, поможем. Не обижайтесь на нас. У нас осталось совсем немного времени. Телефон вы видите на экране. Да. Где еще можно... Значит, наши телефоны на наших сайтах, в Одноклассниках и ВКонтакте. И также мы размещаем нашу информацию основную по всем димитровградским группам в сети. Во всех, пожалуйста. И также на остановках афиши. И, ну вот... Звоните по льготной вот этой сервизации. Да, вот именно по этому номеру, да. По этому номеру, да. По этому номеру и телефону. Да, да, да. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Всего доброго. Берегите себя. И братьев наших меньших. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»